Вице-мэр Железногорска подносит мобильный к наклейке на окне автобуса и фотокамера телефона сканирует QR-код. Тут же на экране появляется запрос, согласен ли пользователь списать деньги с банковской карты. Если нажать подтверждение, то на мобильном высвечивается чек об оплате. Его надо показать кондуктору, который находится здесь же в салоне. А вот как оценили новинку пассажиры. Не знаю, не пользовался, но вероятно удобно. Мне неудобно. Неудобно? Не считаю, нет. Это мое мнение. Я считаю, что нет, не запутает. Нормальная услуга, хорошая. Я все поплачу через интернет. Чтобы воспользоваться новым способом оплаты, пассажиру нужно скачать на телефон приложение под названием «Плати QR». Затем к приложению надо привязать банковскую карту, и можно отправляться в путь. Конечно, чтобы платеж прошел, на мобильном должен быть включен интернет. Мы как предприятие заинтересованы в том, чтобы увеличилось количество каналов оплаты для пассажиров. В целом, на первый взгляд, это, наверное, будет удобнее для кондуктора в том смысле, что в едущем автобусе не нужно мучиться с сдачей, с мелочью. Наклеек с QR-кодом в автобусе два. В начале и в конце салона. Всего по Железногорску курсирует пока пять единиц общественного транспорта, где кондукторы принимают виртуальные билетики. Маршруты будут регулярно меняться, а в администрации города будут наблюдать, сколько средств поступает по электронной системе. Если пассажирам она понравится, то таких автобусов станет больше. Это первый совершенно начальный этап. Это для продвинутых людей, которые понимают, что такое QR-код, значит, как им пользоваться. Это первое начало. Но мы надеемся, что до конца года, на начало, может быть, начало января, мы поставим новые валидаторы. И, соответственно, все люди, которые будут проезжать в транспорте, могут не обязательно пользоваться наличными деньгами, но прикол, приложив карту, это, мне кажется, очень хорошо. Безналичный расчет в транспорте – лишь небольшая часть проекта «Умный город», который планируют реализовать в Железногорске. В мэрии хотят создать карту жителя. С ее помощью можно будет записаться к врачу, оплатить проезд и школьное питание. Мария Антюшева по материалам телекомпании «Время местное», Енисей, Новости.